Друзья, добренький денёчек, вышло обновление 10.10, я вас всех с этим замечательным событием поздравляю, давайте с вами быстренько его обозревать. Приветствуем капитаны, ну мы это по традиции ничего не читаем, спасибо, что написали информативно. Обновление 10.10, небольшая шпаргалочка, кому надо, посмотрите и дальше можете не смотреть, если вдруг вы такого сорта человек и живите с этим. Система, друзья, общие изменения, сверхплотная галактика, теперь игроки получают силу природы после карусели третьей стадии, а не по достижении пятого уровня. Это классное изменение, потому что часто бывали такие ситуации, ты хочешь поиграть там, не знаю, что-то, допустим, на старте загиперролить, но при этом уже игроки там вышли на пятый и получают дополнительного чемпиона, наносят тебе дополнительный урон и ты прям очень-очень сильно отстаёшь, и даже если выруливаешь там свою замечательную композицию, которую ты по каким-то своим соображениям решил собрать, то в любом случае у тебя там уже остаётся 30-25 здоровья, и тебя какими-то там моментами, случайностями ты сливаешься, в общем. Теперь такого не будет, теперь все будут одновременно или одновременно получать на третьей стадии силу природы, классно. Теперь если вы попробуете дать помощь никому бойцу, для которого не осталось копии в общем наборе, то увидите сообщение с пояснением, почему это не сработает. Много было вопросов, типа, нику на шаку не работает, нику там ещё на кого-то не работает, но когда она не работала на шаку, это скорее всего был момент, когда вот в пилотов мехов шло там, не знаю, 4 человека, 5 человек из команды, из вашего лобби, были такие времена, и скорее всего просто их в пуле не оставалось, и вот человек пытался использовать нику, и это не срабатывало. Теперь, чтобы не было вопросов, что за баг, почему и всяких раздражителей, лишних будет выплывать соответствующее окошко и сообщать вам, товарищ, больше нету чемпионов в колоде, извиняй. Значительно уменьшены шансы появления карусели с полноценными предметами, особенно в начале. Это тоже классное изменение, потому что часто бывала такая ситуация, когда вот у тебя предпоследний шанс, так сказать, получить предмет с карусели, ты в целом сделал всё, чтобы выбирать предмет первым. Там, допустим, у тебя есть лопата, тебе нужен посох, это стадия 4, у тебя карусель, и ты, собственно, ломишься, там как-то сливаешься, чтобы первым забрать посох и доставить к своим диверсантам подрывника, к примеру. И тут хоп, целый предмет, и думаешь, за что? Ну и дальше тебе падает, там, не знаю, 2 брони. Вот, и вся твоя тактика, вся стратегия коту под хвост. Вот, здесь этот момент будет немножко нивелирован, и на старте будет реже выпадать, потому что они добавили дополнительную галактику, интересную, но это позже. Вот, новая галактика, галактический арсенал, все игроки начинают игру с одними и теми же двумя полноценными предметами. Кайфово. И, собственно, эта галактика будет появляться чаще всех, потому что вероятности обновили, вот, собственно, здесь списочек можете наблюдать. Все еще часто будет попадаться торговый сектор и сокровищница, ну, а галактический арсенал у нас топчик. Особенности. Сила атака 100% от силы атаки пилотов, теперь это всего лишь там 80 плюс 45% от силы атаки пилотов. То есть супер меха понерфили в очередной раз. Зачем? Не знаю. Диверсанты теперь прыгают в начале боя, независимо от того, на каком расстоянии находится их цель. Я перед этим роликом специально пошел, посмотрел, что происходит с диверсантами. Тут есть момент, что ты теперь можешь Шаку там, либо ту же Кайсу поставить прямо на переднюю линию, она делает прыжок в две клетки и сразу начинает наносить урон. То есть ты выигрываешь где-то полсекунды, но иногда эти полсекунды прям решают, ребят. То есть лишняя тычка там ты успел сдать, быстрее отдал ульту, чем твой оппонент и победил. И в целом мне диверсанты понравились, и я все еще буду в них играть через вот этого занерфленного пилота. Шансы выпадения предметов с космопиратов увеличили до 20%, ранее был двадцатка, когда ты собираешь 4 штуки. Чемпионы первого ранга. Ну и тут, короче, у нас праздники, друзья. Все, что мы ненавидим, его понерфили. Все, что мы все ненавидим. Поппи была зарезана со своими щитами. Не так сильно на золотом левеле 50%, но в целом правильный вектор развития. Прочность щита от броска Баклера Поппи также был понерфлен на соточку. Урон от диких карт Твиста понерфлен на соточку. Ну, сила атаки Шаи. Ну, Шаи на самом деле не понерфили. Что ее трогали, что не трогали. Наставили 50. На самом деле, я думаю, что разработчики просто боятся трогать Шаи, чтобы она не стала опять чемпионом, которым никто не пользуется. Мне кажется, если сделать еще ниже силу атаки, то это будет просто... Просто несправедливо по отношению к этому чемпионам. Я все еще не сторонник того, что вот эти вот всякие сборки через гиперролл очень эффективны на какой-то длительной дистанции, если ты хочешь действительно апаться куда-нибудь в мастера, в челленджеров и так далее. Где-то там пофанится в золоте, в платине, может быть. Общий запас манны Зигса был понерфлен до сорокета. Ну, можно сказать, Зигса усилили, да, теперь на одну пычку ему нужно меньше сдать, чтобы отдать свою ульту. И это замечательно. Чемпионы второго ранга. Ясику добавили сотку, общий запас манны скинули до 90. Ясика подбафили, потому что его занерфили и как-то, знаете, было непонятно почему. Этого чемпиона, да, я помню, мы во втором сете довольно-таки агрессивно использовали все. Ставили там на него перчатки, воскрешалку, который правосудие воскрешалку. И он ходил, там всех вырезал. Но в этом сете не было замечено, что, знаете, вот кто-то прям обузит эту сборку, постоянно ходит в БМов с мистиками и через Ясуа тащит. И вот вопрос, зачем было его нерфить, ну, перерабатывать. Теперь его нужно усиливать. И усиливать, ну, не знаю, насколько вот это усиление его возвращает в строй. Мне кажется, не особенный. Ну, посмотрим. Чемпионы третьего ранга. Увеличение скорости атаки союзника кармы при наложении щита было увеличено, друзья, и увеличено неплохо. На бронзе 15 добавили процентов, на серебре 25 процентов, ну и на золоте 25 процентов. Это немало, друзья. Урон от высвобожденной силы синдры увеличили тоже здесь двадцатка, здесь тридцатка и тут полтосик. Нормально. Чемпионы четвертого ранга. Урон от вознесения кейл за волну. На золоте ее понерфили. Я, если честно, думал, что ее подбафают. Это была, видимо, ошибка изначально. А потом, ну, то есть они скинули в твиттер пост, где ее якобы будут бафать. Оказалось, что это была ошибка их дизайнеров. И в итоге ее будут нерфить. Но понерфили всего лишь на золотом левеле. Это не страшно, друзья. Потому что, как правило, ты используешь кейлу серебряную, правильно? Сколько раз вы за всю историю собирали золотой кейл? Урон от волкоза был увеличен, друзья. И вот здесь вот, вот здесь вопросы. Потому что волкоз силен. Он силен через чародеев, он силен через воидов. Зачем его было бафать? Я сегодня остался против волкоза. Опять золотого. Я очень часто вижу золотых волкоза. Очень часто. И я не знаю, почему. Их прям не собирают, что ли. И в итоге получается, что человек прям гиперролит. Но, блин, я иду в этих гребанных мехов. Ладно, не буду бомбить. Выбор цели. Вуконга. Теперь в приоритете ближайший непораженный враг. А не случайный. Понятно. Предметы. Чаша милости была понерфлена, ребят, до восьмерки. Это значительный нерв. Имейте в виду. Потому что... То есть, ну, опять у чемпиона остается лишняя автоатака. Не будет такого, что там дважды она подряд ультанула. И двадцатка прилетела. И погнали. Нет. Там будет 16 маны. И чемпиону, которого заливается мана, нужно будет еще отдать одну автоатаку. То есть, все еще он будет зависеть от своей скорости автоатаки. И это здорово. Это очень классный, мне кажется, нерв. Клинок смерти. Количество начальных зарядов до один. Они с этим клинком смерти играются, играются. Так, наверное, этот предмет, вот чтобы он, знаете, был прям необходим в какой-то конкретной сборке, он своего места в ТФТ-хе не нашел. Пока что. Так что, блин, работа очень странная с клинком. Теперь показывает количество полученной силы атаки, а не число зарядов. Понятно. Морел на Микон и красное усиление, урон от горения. Они, типа, показывают, посмотрите, сколько здесь сил атаки, используйте этот предмет, он классный. Понятно. Морел на Микон и красное усиление, 2% скинули. Исправление ошибок. Архангел больше не снимает эффекты, повышающие силы в бою. Например, усиление шаку или усиление четвертого выстрела джина. Да, блин, вот я от этого горел. Джин такой воскрешается. Он вроде бы должен был 4 сделать и шотнуть. И начинает опять свои эти слабенькие автоатаки выдавать. Здорово. Определенные враги в ПВЕ раундах больше не сворачиваются в шарики и не летают по карте, когда побеждают вазы в бою. Не замечал. Исправлены ошибки с одображением снаряда автоатаки Зерата при критическом попадании. Исправлена ошибка, из-за которой Мисс Фортуна получила усиление увеличенный конус. Даже если игрок его не покупал, ну нифига себе, почему такого со мной не случалось. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки прибывали к первой карусели с задержкой. Улучшены перетаскивания чемпионов и предметов по полю. Молодцы. Исправлена ошибка, из-за которой предметы ваших бойцов были не видны при просмотре вашего поля во время карусели. Вот с этого горели, я думаю, многие. Ты такой сидишь там, не знаю, ну по крайней мере я. Давайте я буду за себя говорить. Сидишь там, общаешься в чате с людьми, там тебе что-то спрашивают, накидывают. И ты в целом уже там как-то в диалоге. И тут выбор, ты понимаешь, что там в топчике у тебя есть время подумать. Возвращаешься на свою карту и понимаешь, что ты предметов вообще не видишь. То есть тебе нужно четко знать, на кого там что-то закинул и помнить. А если ты чуть отвлекся, то все. Сейчас можно будет просто взять, не знаю, нажать R, английскую, вернуться на свое поле и посмотреть. Ну либо внизу там кнопочка есть, возврата на поле. И посмотреть, какие у вас предметы и какие варианты. Даже если, допустим, ваши планы нарушены и у вас есть какой-то основной чемпион, которого вы пытаетесь максимально грамотно идемизировать. И какой-то второстепенный, на который вы там закинули, а плащ лишний, окей, закинул. Но вы уже этот момент забыли, вы уже его упустили. Вы можете вернуться, посмотреть, так, ну, приоритетные предметы забрали, давайте попробуем этот плащик как-то развить. Допустим, туда закинуть посох и сделать искру. Вот. Короче, это удобная штука. Мобильная версия. Улучшено перетаскивание чемпионов и предметов. Теперь делать это намного удобнее, здорово. Увеличен размер и улучшена функциональность панели эмоций. Это особенно полезно, если у вас сереброкрыл. Ни хрена не понятно. Блин, здесь на самом деле, забудьте про свою логику, просто примите к сведению. Устранены проблемы с цветом знаков у статуса обучения и ранговых игр. Устранена ошибка, вызвавшая вылет из игры между проверкой готовности и экраном загрузки. Поиск в меню космического контента больше нечувствительен к регистру греческих символов. Господи, удалены звуки чата, доносившиеся от ваших шумных соседей, играющих в ПК. Да, черт возьми. Хорошо, я это осилю. Друзья, на этом все. Если нравятся подобные обзорчики, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Свои мысли, кем будете тащить в этом патче, обязательно напишите внизу. Мое мнение остается прежним по поводу ТФТ-хи. Я думаю, что сейчас в большей степени играются сборки через лейтгейм. То есть какие-то лейтовые композиции через сильных МФ и так далее. Через ганпланка. Сейчас я, знаете, для себя понял, что можно очень успешно играть в диверов, но играя при этом в более позднюю игру, доставлять максимальное количество всяких там бафов и не ролить золотых чемпионов. Пока там все со своими шаями напрягаются, напрягаются там со своими попи. Ты просто идешь потихонечку в левел, доставляешь туда ГПшку, доставляешь туда МФку и просто разрываешь. В ближайшее время, думаю, что-то подобное появится. Плюс я хотел записать пиратов и официантку. Официантка это у нас, собственно, сона с чашками, но я подумаю, с учетом вот этого нерфа стоит это делать или нет. А на этом у меня, друзья, все за просмотр. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok